МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 378 миллионов рублей на строительство инфраструктурных объектов в Сарове. Депутаты продолжили обсуждать бюджет города на следующий год. Вам решать началось голосование за выбор территории, которую будут благоустраивать в 2022 году. Галя на миллион. Голосовой помощник принес саровскому школьнику деньги на образование. Далее расскажем обо всем подробно. Что с поправками и какие траты предусматривает адресная инвестиционная программа? Народные избранники продолжили рассмотрение бюджета на следующий год. О главных итогах очередного заседания комитета расскажем далее. На строительство инфраструктурных объектов в Сарове планируют выделить 378 миллионов. 16 миллионов потратят на разработки проектно-сметных документаций, а на реконструкцию – 305 миллионов. Адресную инвестиционную программу народные избранники обсудили на очередном заседании планово-бюджетного комитета. На строительство дорог предусмотрено 95,7 миллионов рублей на Чапаево, улицу Чапаево, на улицу Никина и на улицу Чкалова – 107 миллионов рублей. Бурные дискуссии вызвал вопрос об исполнении поправок прошлых лет. Особенно народных избранников волновала судьба стадиона школы номер 12. Напомним, на его реконструкцию ранее хотели выделить 35 миллионов. Сейчас планируют провести капитальный ремонт стадиона. В бюджете следующего года заложены средства на разработку проектно-сметной документации в размере 5 миллионов рублей. Я на сегодняшний день не услышал от администрации причины, почему в 21-м, а то срок стоял даже на 1-е, 10-е, 20-е годы, не было разработок проекта, не было пересмотрено на оценку проектной стоимости. И на сегодняшний день ничего нет. И мы сейчас пытаемся заложить какие-то деньги, опять же, я в этом не верю, на 22-й год, на разработку проекта, но мы осмешиваем ли, и дальше туда мы будем, тоже непонятно. Однако многие вопросы так и остались без ответов, поскольку в зале отсутствовали ответственные по этим направлениям. Анализ исполнения поправок решили перенести на вторник. Время выбирать. Стартовало рейтинговое голосование за выбор территории, которую будут благоустраивать в 2022 году, в рамках программы инициативного бюджетирования вам решать. О том, за какие проекты можно отдать свой голос, расскажем далее. Красоту этого микрорайона мы можем увидеть только днем, поскольку в вечернее время суток он погружен во тьму. В такой поэтичной форме Иван Ситников говорит о довольно острой проблеме старой части города – освещении. Точнее, его отсутствии. В рамках проекта «Вам решать» планируют установить на территории первого квартала в границах окружающих его улиц Дзержинского-Репина-Ушакова 25 опор уличного освещения высотой 4 метра. Сейчас на безмалого 2,5 гектарах нет ни одной опоры. Это самый главный недостаток данного квартала. Я еще удивляюсь, как жители и прохожие, которые здесь передвигаются, не переломали руки и ноги, потому что здесь очень сложный рельеф. Спуски, подъемы, лестницы – вот очень опасно, особенно тогда, когда образуется наледь, и когда на асфальте лежат мокрые листья. Второй проект заключается в том, чтобы расширить и отремонтировать проезды около дома 2А по улице Победы. Проект благоустройства разработан инициативной группой и депутатом еще два года назад. Утвержден и согласован со всеми инстанциями. Но пройти конкурсный отбор на областном уровне так и не смог. В этом доме 45 квартир. У каждого главы семейства есть автомобиль. Может быть, даже не один. Поставить негде. Это беда для всего города, но здесь, в частности, острота наглядно видна. Поэтому само расширение и благоустройство территории, оно напрашивается. А данная территория вокруг этого дома не украшалась со временем постройки этого дома. Три зоны отдыха. Песочница и качелька для малышей, мафа и горка для ребят постарше, зоны с теннисным столом и воркаутом для подростков. Такой проект благоустройства дворовой территории в районе домов 33-35 по проспекту Ленина, 31 по улице Александровича предложила инициативная группа жителей. Сейчас территория выглядит пустой, безжизненной, и ребятам любого возраста здесь попросту нечем себя занять. Я хочу призвать жителей города Сарова голосовать за наш проект, потому что это очень важно для наших деток. Сейчас наше непростое время, чтобы они гуляли во дворе, чтобы они играли, развивались, общались, налаживали какие-то связи между собой. Ваш голос очень важен для нас. Благоустройство бульваров и дворов, ремонты дорог, проездов тротуаров, спортивных площадок, устройство объектов наружного освещения. 16 проектов борются за победу в рамках губернаторского проекта «Вам решать». Голосование онлайн уже началось и продлится до 22 декабря. Оно проходит на сайте «Вам решать РФ». Те, кто продвинутые пользователи, конечно, это очень легко будет сделать. На страничке городского округа города Саров они смогут ознакомиться со всеми 16 проектами, которые там описаны и представлены, и далее перейти к голосованию. Необходимо отметить, что тоже, к сожалению, можно проголосовать только за один проект из 16. Может быть, мы хотели несколько проектов выбрать, но программа нам этого не позволяет сделать. Отдать свой голос можно и офлайн, позвонив по номеру 8 800 222 79 45 в рабочие дни с 9 до 18 часов. Кабмина РФ добавит 7 миллиардов рублей на развитие кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». Реализацию проекта сдвинули на 2022-2024 годы. Основная программа по развитию кластера включает в себя 39 пунктов, общей стоимостью свыше 13 миллиардов рублей. Часть из них, например, строительство автомобильной развязки в Ольгина, уже выполнены. Общий объем бюджетного финансирования теперь составляет около 20 миллиардов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 февраля размер материнского капитала дополнительно проиндексируют с учетом реальной инфляции. Законопроект приняли во втором чтении в Госдуме. Ранее о необходимости пересчета размера материнского капитала и социальных пособий заявил президент РФ. Владимир Путин отметил, что индексация мат-капитала необходима не по прогнозируемой, а по фактической инфляции. В Сарове проходит благотворительная акция в поддержку частных приютов для бездомных кошек и собак. Акцию «Дари корме люби» проводят руководители клуба «Акбар» совместно с Ресурсным центром добровольчества. Требуются лекарства и бытовая химия, корма разных видов, пеленки и наполнители. Также в пунктах приема с радостью примут старые одеяла, матрасы и постельное белье. Пункты сбора находятся в СРФТИ, кабинет 103, в клубах «Здоровье» и «Восход». Акция «Дари корме люби» пройдет до конца весны. За информацией можно обратиться по телефону 8 991 452 32 72 или в группу клуба «Акбар» ВКонтакте. День открытых дверей прошел в Саровском физико-техническом институте НИЯУМИФИ. Школьники посетили различные факультеты и познакомились с преподавателями. Подробности далее. Чтобы прийти на день открытых дверей в Саровский физико-технический институт, ребятам нужно было зарегистрироваться на сайте и выбрать удобное для них время. Мероприятие для городских школьников прошло в новом формате. Ребята разбились на группы по 10-15 человек и посетили различные аудитории, познакомились с преподавателями и деканами факультетов, а также могли задать все интересующие вопросы. Также ребята сегодня могут узнать, как к нам поступить, встретиться с ответственным секретарем приемной комиссии, которые расскажут им все, что касается поступления в наш ВУЗ. Это и какие ЕГЭ нужно сдавать, и на сколько баллов нужно сдать ЕГЭ, чтобы учиться в нашем ВУЗе. Ребята узнают направление подготовки, специальности. Школьники встретились и с руководством ВУЗа. Анна Геннадьевна Сироткина побеседовала с ребятами о поступлении, рассказала про факультеты ВУЗа, спортивную и культурную жизнь института, а также о дальнейших перспективах по трудоустройству. Учитывая приемную кампанию прошлого года, она проходила тоже в очень непростой ситуации ковидной. Тем не менее, нам удалось закрыть контрольные цифры приема, это 153. Мы взяли 18 дополнительных бюджетных мест и 29 человек набрали на платной основе. Всего мы набрали 200 человек. При обычном наборе 120-130 человек. Только физика и никакой магии. На факультете доузовской подготовки будущие студенты смогли увидеть различные физические явления. Преподаватель показал интересные опыты, которые можно объяснить только с помощью науки. Много опытов было по механике, то есть это сила трения. Далее показал по электричеству, момент инерции, гироскоп. То, что они встречают в жизни, может быть, довольно-таки часто, но не знают объяснения этим явлениям. В заключительной части мероприятия школьники встретились со студентами с РФТИ в актовом зале за чашкой чая. Активисты вуза рассказали ребятам о студенческой жизни и направлениях работы студсовета. Это вуз нашего родного города. Это вуз находится, можно сказать, рядом с моим домом. И здесь есть огромные возможности и шансы пойти потом на работу в НЕФ. Хочу узнать, как вообще организована здесь учеба, какие экзамены лучше сдавать, на какие баллы, чтобы с вероятностью 100% сюда поступить. Потому что другие вузы я даже не выбираю. В апреле в Саровском физико-техническом институте пройдет День открытых дверей для иногородних школьников. Им покажут вуз, проведут экскурсию по городу и новому общежитию. Распространить программу «Пушкинская карта» на покупку билетов в кино на отечественные фильмы предложил президент РФ Владимир Путин. Подробности далее. Спустя три месяца после старта программы обладателями «Пушкинской карты» стали более трех миллионов человек. Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании с Владимиром Путиным. За это время билетов на спектакли, выставки и концерты было куплено примерно на один миллиард рублей. В программе участвуют почти три тысячи организаций культуры. В текущем году номинал «Пушкинской карты» составляет три тысячи рублей. А соответственно с 1 января следующего года участники программы получат на своей карте уже пять тысяч рублей. Мы заложили на это в бюджете серьезные средства и парламентарии нас поддержали. Особенно важно, что средства из бюджета получают не учреждения и организации, как это обычно происходило, а напрямую граждане нашей страны. Вы об этом говорили, когда мы обсуждали этот проект. И они сами решают, на какое именно мероприятие пойти. На финансирование программы правительство выделило почти 4 миллиарда рублей. Но до конца года, по оценкам Мишустина, израсходуют только около одного миллиарда. Владимир Путин предположил, что аналогичный профицит может возникнуть и в следующем году. И предложил включить в «Пушкинскую карту» российское кино. Я предлагаю, так как мы с вами вчера и обсуждали, мы с вами вчера говорили на этот счет, использовать эти деньги в рамках вот этой программы еще и на приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов, отечественного производства. Напомним, оформить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет на портале Госуслуг. В нашем городе с помощью карты можно приобрести билеты на спектакли Саровского драматического театра. Голосовой помощник Галя принесла миллион рублей Саровскому школьнику Ивану Будакову. Деньги юноша сможет потратить на образование. Подробности в следующем репортаже. Открой рассаду. Уже открываю, подождите. Юный программист и изобретатель Иван Будаков привлек к себе всеобщее внимание благодаря разработке нового голосового помощника Галя. Конечно, у продукта есть более известные конкуренты, такие как Алиса, Сири или Маруся. Но школьник говорит, что у Галя есть свои преимущества. База на русском и английском языках, а также возможность работать без интернета в режиме офлайн. Пока что очень мало голосовых помощников или даже вообще практически никто не работает в офлайне, потому что у всех база в интернете. У меня же я пожертвовал памятью, это она весит около полу гигабайта. Это много, но там вся база русского языка. То есть там все слова. Над своим голосовым помощником Иван работал полтора года. Преподаватели руководства школы «Вектора плюс плюс» увидели, что у программы есть большие перспективы. Во всем поддерживали своего воспитанника и подкидывали Ивану различные идеи. Так, у голосового помощника Гали появилась функция распознавания птичьего языка. Птичий голос, привет! Мы начали общаться с орнитологами. Они нам сказали вот три фразы, которые точно вот что-то обозначают. Новым голосовым помощником заинтересовался телеканал СТС. И Ивана пригласили на передачу «Купите это немедленно». Школьник продемонстрировал свою программу и ответил на каверзные вопросы зрителей и инвесторов. По итогу Иван Будаков получил миллион рублей на дальнейшее образование. Сильные впечатления на юного программиста произвела и встреча с ведущим Александром Пушным. Это вот самое яркое, что я увидел, услышал. Я его вообще в коридоре встретил от гримерки. Вот первый раз. Это прям было вау. Никогда таких людей не видел вообще. А в остальном все очень положительно. Команда очень положительная. Прям вообще круто было. Сейчас Иван Будаков продолжает совершенствовать голосовой помощник для массовой аудитории. В планах молодого человека включить функцию распознавания кошачьего языка, а также пополнить словарную библиотеку. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!